Далевое строительство Далевое строительство Далевое строительство Совдолгостроя теперь проходит чаще. Сообща решают, каким путем идти дальше. Главное не только закончить строительство, а начать его заново на бумаге, с оформления документов. Все эти дома строились без разрешительной документации и без разрешения на строительство. Некоторые обманутые дольщики просто не смогли перенести известие о том, что они стали фактически бомжами. Остались без денег и без жилья. Некоторые пожилые люди оказались в больницах. Мы, например, курятник построили, живем в курятнике. А в нашей квартире, которую, дай бог, когда он ее построил, в 10-м году, там плесень завелась. Мы вообще двухкомнатную продали, два взрослых сына. Решили разделиться. Сначала квартиру вот здесь купили. Обманул. Через 4 месяца уже там новые люди. Предложил вот здесь, потому что наши деньги уже ничего не значили. Это жилье не элитное. По словам обманутых дольщиков, их, конечно, привлекла сравнительно невысокая цена за квадратный метр. Многие пенсионеры продали свои дома на севере, чтобы жить в солнечном городе. Но вынуждены существовать в тени гаражей. И еще хуже прямо в этом недостроенном доме. Даже зимой, без воды и отопления. Пенсионерке Татьяне Кулыгиной 62 года. А в Надыме продала 4-комнатную квартиру, чтобы купить две в этом доме. Переехала в Анапу с дочерью, но новоселье пришлось не отмечать, а оплакивать. Я оказалась на улице. И без денег, и без квартиры. Он обещал, что через полгода вы будете уже в своей квартире. А эти полгода тут уже 5 лет. С того дома, в котором люди живут, помогают. Кто водичкой, кто к чаем напоет. Рядом фундамент другого дома. По проекту здесь должен быть 16-этажный многоквартирный дом. И сюда дольщики вложили свои деньги. Кто в квартиру на третьем этаже, кто на пятом. Еще один дом, принадлежащий тому же нерадивому застройщику, жильцы достроили сами. Установили крышу за свои средства. Скоро люди смогут рассчитывать не только на свои силы. Минрегионразвития создает фонд по оказанию помощи пострадавшим дольщикам. Пока идет создание фонда, администрация города координирует всю правовую помощь дольщикам в рамках действующего законодательства. В настоящее время администрации города поданы исковые заявления о расторжении договора аренды земельного участка с Бжецевым. После расторжения договора аренды мы будем создавать все условия для того, чтобы строительство объекта, недвижимости, которое не было завершено этим предпринимателем, все-таки дошло до логического конца и люди получили то недвижимое имущество, на которое ранее рассчитывали. В настоящее время в муниципалитете намечены мероприятия, позволяющие привлечь инвестора для завершения этого многострадального строительства. Идут переговоры с компанией, которая может решить жилищную проблему людей. Тем, кто только планирует покупать жилье в недостроенном доме, юристы советуют не повторять ошибок предшественников и внимательно изучать документы инвестора. Вот на что стоит обратить внимание. Должно быть разрешение на строительство, проектная декларация, договор аренды земельного участка или свидетельство о государственной регистрации права собственности застройщика на земельный участок с целевым назначением только для строительства многоквартирного дома. Внимание! Договор аренды земельного участка должен быть обязательно зарегистрирован в Управлении Росреестра. Еще желательно посетить объект, посмотреть, кто выступает застройщиком, поискать упоминания компании в материалах на сайте арбитражного суда. Нужно заглянуть и на официальный сайт администрации в раздел «Открытые данные», где публикуют список самоостроев Анапы. Главная защита будущих дольщиков – 214-й федеральный закон. За каждое нарушение закон грозит застройщикам миллионным штрафом. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин